Я работаю управляющей турбазой «Чайка» по доверенности ЗАО «Абсолют». Фирма находится в Москве. Работаю я здесь с 19 января нынешнего года. И вот во время приема, скажем так, базы, я обнаружила здесь массу ужасных вещей. В подвале первого корпуса, вот этого, было примерно 200 банок консервов, помидоры, варенье, салаты собственного приготовления. То есть все то, что люди несли, отрывая от себя, беженцам с Украины, которые проживали здесь в период с 2014 по 2016 год. Затем, там было мною обнаружено большое количество мыла, кофе, чай, все это изъедено мышами. В столовой я обнаружила целый склад мясных, рыбных консервов. Консервы в проржавленных банках, 2014 года производства, там же в столовой стояли ванны, обычные ванны, полные насыпанной муки. Там потоками текла вода, мука превратилась в тесто. Все это было, извините, испорчено мышами. Мешки с макаронами, все мокрое, все подлежало уничтожению. Но самое основное, это подвал второго корпуса. Полный подвал вещей, которые также местные жители приносили для беженцев. Я ходила к мэру, попросила его каким-то образом мне помочь. Он сказал, что, может быть, поспособствует тому, чтобы разрешили на свалку все-таки это вывезти. Но предупредил, что мы можем попасть в крокодил. Почему гуманитарная помощь осталась невостребованной, а то, что все люди везли, несли от чистого сердца? Почему это сгнило, замокло, осталось в подвале? Потому что туда как бы директор приказался слаживать. А кто, как вот вы считаете, на ваш взгляд, кто это должен был контролировать? Кто отвечал вообще за беженцев, за их расселение? Как руководитель, директор. А из властей? Из властей администрации, конечно, города. То есть они не проконтролировали, получают ли беженцы то, что им предназначено? Люди после этого могут верить в власть? Нет, конечно, никто не будет верить. Ну, потому что потом, когда пообщались уже волонтеры, они начали напрямую вести беженцев. То есть после этого волонтеры несли беженцам все напрямую, а то, что через власть, это уже осталось лежать и оказалось вообще невостребованным. То есть оно, видно, пропало. Да, и люди, которые везли сюда гуманитарную помощь, узнав о том, что все это было выброшено вот туда подверг. Ну, я как бы не в таком количестве давала всем беженцам, поэтому... Люди, конечно, возмущались. На слуху эта ситуация? Конечно, все же буквально знали, что сюда все отдается, но беженцы это не получают.